Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня у нас на обслуживании тот самый Force EFB 60 Ач, который проходит у нас на канале Ресурсный Тест. Он установлен у нас был в мае 2020 года и вот работает по сей момент. Каждые полгода я провожу обслуживание, показываю вам, что тут, какие моменты, нюансы есть, да. Ну и оцениваем общее состояние при помощи там тестера и нагрузочной вилки. Сейчас осень 2023, конец октября уже. У нас только начались нулевые температуры, до этого был плюс. Проблем особых никаких не было, но летом, то есть даже в половину разряженный аккумулятор без проблем может ходить. Давайте посмотрим, что у нас по тестеру. Тестер Conway KV650, ставим вне автомобиля, значит, EFB батарея. Дальше ENA, ENA, ENA 620 заявлено. Ставим 620 и производим замеры. Что у нас тут? Такие вот показатели, как мы видим. Напряжение 12,51, то есть немного подразряженный. Значит, внутреннее сопротивление 4,92, рассчитанный пусковой 560. Степень заряженности 85%. Сох, ресурс 90 показывает. То есть в отличном состоянии пребывает наша батареечка. Нагрузочная вилка сейчас грузить не будем, потому что вначале надо проверить уровень электролита. И вот по уровню я точно помню, что я постоянно раз да через раз подливал дистиллированную воду. Давайте откручиваем пробки и смотрим, что там внутри. Пробки я откручиваю при помощи самодельной вот такой вот штучки, как ее сделать. Я рассказывал, здесь вот ссылочка будет. Вот что мы видим внутри. Нормальное, в принципе, визуальное состояние для батареи 3,5 годичной давности, которая не была обслужена. По уровню электролита, значит, все пластины перекрыты. В крайних банках видно, что уровень низковатый. То есть пластины перекрыты, но вот перемычка уже голенькая. Также и в крайней правой, в плюсовой банке, ситуация аналогичная. То есть шина уже голенькая. Также уровень вот здесь чуть-чуть поменьше, но и здесь я не скажу, что он прям везде такой прям низкий, но подлить надо. Вот в эти вот побольше, вот в эту подлить, ну и в эти, может быть, по граммулечке надо добавить. Но пока ничего такого особо критичного нет, но уровень, конечно, необходимо восполнить. Замеряем плотность слева направо при низком уровне. Это важно. То есть когда мы добавим с вами дистиллированной воды, позаряжаем, плотность у нас, конечно же, изменится. А здесь, кстати, плотность низковатая, как мы видим. 1,25, 1,25, 1,25. Даже чуточку может быть поменьше. 1,25, 1,25. И здесь у нас также в белой зоне. Здесь даже еще меньше. Здесь 1,23 где-то в плюсовой банке. То есть здесь уровень низковатый. Обслуживание, конечно, необходимо. И давайте попробуем посмотреть, поболтать цвет электролита. Дело в том, что активная масса, когда она оплывает, она оседает на дне. И для того, чтобы ее поднять, то есть это либо надо вот так вот при помощи ариометра покачать туда-сюда, перемешать электролит, взбаламутить и тем самым вот посмотреть его цвет. Либо второй момент во время зарядки, да, когда у нас идет активное газовыделение, электролит перемешивается. И тогда вы видите такой вот мутный черный электролит. Налицо износ, но не сказать, что прям очень черный. В своей жизни я видел еще намного чернее, но 3,5 года эксплуатации. Подлил я дистиллированной воды, той, которая у меня была тут в наличии. Значит, уровень у нас теперь в норме. И теперь мы затыкаем пробки, наши отверстия верловины. И будем подключать зарядное устройство. Но перед этим давайте грузанем нагрузочной вилкой. Так, подключаем минус-плюс. Давайте вот так вот, чтобы было видно. Напряжение 12,54. Грузим. 9, 10, 10,3. 10,5 вольт. 10,6. 10,7. Так, все. И после нагрузки батарейка восстанавливается. 12,26, 12,30. То есть, ну, запуск на автомобиле был бы у нее, соответственно, успешным. Зарядку я начну при помощи вымпела 57. Посмотрим он там, как себя поведет. Дело в том, что что-то у него начались какие-то проблемы. То есть, у него проблемы с установкой начались. Это тот вымпел, который я купил. Который кучу проблем имел. Вот, который имел там дискотеку, провода. Кучу, да, там, всяких косяков. Ну, вот, так, ставлю 14,8 где-то. Установка. Тоже сейчас вот стало сложно. Вот, 14,8. 14,7. Все, вроде бы 6 А. То есть, ставим 10% от емкости. 6 А, соответственно. И напряжение 14,8 пока что поставим. Пусть так постоит, позаряжается. Посмотрим плотность. То есть, нам необходимо заряжать до тех пор, пока плотность электролита не придет в норму. Итого, по заряду аккумулятор заряжается у нас 24 часа. За это время закачано в 18,5 Ач. На проценты мы не смотрим. Значит, как я заряжал? Вначале 14,8. Так стояло там часов, я не знаю, 5, наверное. Потом я где-то на полчаса увеличивал до 16 Вольт. И потом всю ночь он стоял на 14,8. И вот сейчас, где-то часа на 2, я поднял напряжение. Где-то 15,7 было. Я сейчас убавил. С вымпелом все, какие-то проблемы начались с его регулировкой. И вот с этими моментами, то есть, точно довольно тяжело выставить. Я выставил просто ограничение по силе тока 0,6. Здесь где-то 1,24. Обратите внимание на цвет электролита. То есть, у нас фаза активной зарядки. Все перемешалось. Осадок поднялся. Такой вот у нас, соответственно, цвет. Здесь у нас 1,25. Поплавок всплыл. Здесь у нас 1,25. Здесь побольше 1,26. 1,25. Ну и здесь вообще что-то маловато. 1,22,5. Это метка на ариометре. Такая жирненькая. То есть, в крайних банках у нас плотность меньше. Вот. Но так плюс-минус везде. Причем скачет. Но это еще надо сказать отдельное спасибо мне. Потому что я добавил водички. На данный момент имеет поверхностное напряжение. Ну и давайте, соответственно, посмотрим. Просто для объективности показаний батареи EFB. EFB 620. Проводим тест. Такие вот с вами значения. Получаем напряжение, кстати. 13,64. Но внутреннее сопротивление, в принципе, почти такое же, какое и было. Тест нагрузочной вилкой. Грузим. И во взбодренном состоянии, как мы видим, он у нас держит 10,7-10,8 вольт. Да, там падало 9,9, да, и начинало расти. Сейчас вот, конечно, повысилось. Это вот как раз-таки о том, что когда аккумулятор имеет поверхностное напряжение, то есть такое состояние бодрствования, он запускает двигатель намного, конечно же, живее. Ну и вот сейчас мы видим, что напряжение у нас восстанавливается. Продолжаем заряд. Напряжение мы с вами немножко сбили нагрузочной вилкой. И ставим опять на зарядку. Прозаряжался у нас аккумулятор. Вы сами видели время. Сколько ампер часов было закачано. Последние там несколько часов он заряжался на напряжении 15,7-16 вольт. Ну и давайте оценим его состояние. Сейчас он отстоялся порядка 12 часов. Ну и проведем полный осмотр. Посмотрим, надо ли еще его заряжать или можно уже оставить так. Начнем, как обычно, с плотности, потому что нам необходимо заряжать до тех пор, пока плотность не выйдет в норму. И в норму она пока еще не вышла. Здесь у нас 1,26. 26. Обратите внимание, что аккумулятор отстоялся, осадка нет. То есть взвеси мутного электролита нет, он весь уже, соответственно, на дне. Здесь 1,27, 1,27, 1,27, 1,27. И вот в плюсовой вообще, в плюсовой 1,25. 1,25. Такие вот показатели. То есть, ну как минимум, такой электролит уже не замерзнет зимой. Но, конечно, еще не норма. Необходимо позаряжать еще. Напряжение у нас 12,98. Нормально. Не выше 13. Внутреннее сопротивление электролита 62. Ну и рассчитанный 5,98. Сох, СОЦ, 98, 96%. То есть, как бы по состоянию нормальная. По тестеру, как будто батарея новая. Даже не скажешь, что ей 3,5 года эксплуатации. Напряжение 12,99,13. Грузим. Смотрим под нагрузкой. 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,7, 10,8. 11 вольт растет. То есть, все нормально. Как мы видим, поднялось. Да, то есть, когда мы аккумулятор только занесли. И, соответственно, его пробовали грузить. Там под нагрузкой было меньше 10 вольт. Сейчас уже 10,3, 10,4. То есть, вполне себе норм. Восстанавливается 12,6. То есть, батарея все, в принципе, уже ожила. Но плотности, короче говоря, маловато. Поэтому позаряжаем еще чуть-чуть. Здесь образовалась сульфатация. Ну, первое. Потому что батарейки 3,5 года. Даже если учесть то, что мы ее периодически заряжали. Ну и второй момент. Что мы весной не проводили обслуживание. Возможно, из-за этого. Ну и плюс еще негативные эксплуатационные факторы у меня. То есть, все равно где-то подразряжается. Где-то там мало ездишь. Долго стоит. То есть, я на машине езжу немного. Поэтому вот так и происходит. Соответственно, будем еще заряжать. Итого. Аккумулятор у нас еще прозаряжался. Опять ночь отстоялся. И давайте замерим его электротехнические характеристики. Я думаю, что это итоговый. Итого у нас из короткого обслуживания превратилось в 4-х дневный заряд батареи. Я к тому, что когда приносят батарею в сервис-центр, в магазин, скажу. О, по-быстрому там подзарядите. Да, я поеду. Но вот смотрите. Значит, по показателям. 4,61 сопротивление. Напряжение 12,91. Рассчитанный пусковой 599. Сохсот 96-98%. К тому, что очень качественно там полноценно зарядить. Бывает, вроде бы, батарея и периодически подзаряжалась. Вроде бы, там, правильно эксплуатировалась. Все, все, все. Но, тем не менее, обратите внимание, сколько времени нужно, да, чтобы подготовить батарею к зиму. То есть, 3-4 дня полноценных суток длилась вот эта вот вся процедура. Батарея у нас отстоялась. Электролит, как мы видим, чистенький. Ну, и давайте посмотрим, что у нас по плотности. Здесь у нас 1,275. Спрашивали, как 275. Я уже, да, показал, что шкала деления здесь. 1,275, 1,250, 1,300. Вот, это не я там супер точно вот так вот вижу, да. Привыкли все 1,27, 1,28, вот, 1,275 в зеленой зоне. То есть, все нормально. Плотность даже уравнялась. 1,275. О, здесь 1,28. Чуть больше. Сейчас, если везде будет 1,275, я сейчас по уровню гляну еще. Да, здесь уровень может быть чуть-чуть поменьше. Просто чуть-чуть сюда капнем водички. Здесь у нас 1,28, 1,275. То есть, вот в этих двух баночках плотность чуть-чуть побольше. Самым оптимальным это капнуть вот в эти две баночки чуть-чуть водички, что я сейчас и сделаю. И скомпенсировать все на 1,27. И все у нас будет в норме. Ну, и тест нагрузочной вилки. Аккумулятор теплый. Давайте посмотрим, что у нас там выдаст. 12,94. Грузим 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,7 растет. Растет поживее. И обратите внимание, что когда мы только батарею занесли, росло где-то 9,9, да, и начинало вверх. А сейчас 10,3, 10,4. То есть, аккумулятор стал пободрее. Итоги по батарее. Также я рассказывал, что в январе этого года, что батарея там перестала крутить. На автомобиле там было два момента. Первый момент, что аккумулятор действительно был немного подразряжен. Но это виноват целиком и полностью я. Как мы видели. То есть, там в том числе и те тесты, которые мы проводили там. Тесты бустеров там и прочих моментов. Это все там в процессе подразряжало батарею. Также на автомобиле я мало ездил. То есть, батарея там подзаряжалась мало от автомобиля. То есть, дольше просто стояла. Поэтому негативные эксплуатационные факторы. В том видео я это и озвучил. Также, также была проблема с стартером. Вот. В итоге стартер сделали, аккумулятор зарядили. Все стало в норме. И вот весной батарею я не обслуживал. И то есть, проблем никаких с аккумулятором не было. Все электротехнические характеристики вы видели у себя. То есть, тест тестером. Тест нагрузочной вилкой. Значит, по плотности. То есть, здесь в этом плане никаких проблем не было. В наличии имеется взвесь. То есть, оплывание активной массы. Для трех с половиной лет эксплуатации это вполне себе нормально. Вот, соответственно, вот эти вот данные вы, соответственно, видели. В процессе эксплуатации, что мне не нравится. То, что батарея у нас как бы необслуживаемая. ЕФБ кальциевая. Но, тем не менее, ее приходится почему-то подливать дистиллированную воду. Практически в каждом обслуживании. Я думал, что это будет, настанет. Но обычно такой момент наступает. Знаете, там, через 2-3 года эксплуатации когда надо подливать. А здесь вот, ну там, один раз подлил и еще типа на 2 года. Но здесь нет. Вот периодически уходит вода из электролита. Ну вот, хотя на автомобиле ее уже не так мало. Но летом у нас действительно жарко. Жара под 30 градусов. Плюс в подкапотке тоже все нагревается. Система газоотводов здесь такая стандартная. Нет лабиринтной крышки. Что, возможно, бы компенсировало это. Но зато есть пробки, куда мы можем с вами подливать. Поэтому батарея живая, годная. Ставим ее в зиму. Уже на четвертый год, да, какая-то будет третья, четвертая зима. Посмотрим, как у нас батарея отходит. Пока все, как говорится, в порядке. Вот. Сейчас мы ее протираем. Ставим крышечку и устанавливаем на автомобиль. Дальнейшее обслуживание. Я, конечно же, сниму, расскажу про состояние данной батареи. Кто что думает, пишите вниз в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.